добрый день хочу поговорить про станок ровно год станку и да можно уже какие-то сделать типа обзора впечатления поэтому что до этого были так который где первое видео где это распаковка его я там чушь какую-то говорил потому что я ничего не знал вот ну что станок работает можно сказать чего хорошо что хорошего что плохого маленький компактный удобный что его поднял перенес вот я перевозил с места на место в обычной легковушки без проблем скажем от тех же школьников которые ну надо при необходимости можно даже вот ну зимой на саночках одному в коробку куда-то привезти такая вот тема на обычном такси вызвал и увез мощности ну наверное иногда хотелось бы побольше 250 ватт маловато потому что чуть-чуть это и бывает застревает срабатывать еще система защиты особенно когда я резала резьбу там видео попалась такая заготовочка более менее порочная вот что есть почему-то нестабильная скорость у него то есть какие из недостатков то есть она как-то туда-сюда немножко гуляет возможно это от напряжения в сети я тут купил стабилизатора а так и не попробовал к нему вот какие ну разумеется он маловато аппетит приходит во время еды когда не было ничего хотелось хоть бы такой когда есть такой уже охота надо побольше потому что вот здесь вот очень маленькое отверстие в патроне есть мысли заменить патрон пойму но патрон отдельно сейчас стоит борода и как этому чтобы от вас это решает то есть либо на базу к нему менять вытачивать заказывать новый либо там как это новые отверстия сверлить как это ну то есть надо еще доработка то есть если будет довольно дорого поэтому пока нет ну если попадется по случаю потому что довольно небольшая вот такая примера заготовка да я ее могу здесь зажать но бывает на надо здесь то есть чтобы он туда проходил как минимум чтобы в патроне было отверстие такое же как в пенделе вот здесь она меньше отверстие чем в пенделе дальше что еще сказать люфт у него вот смотрите какой люфт то есть его там какой то этот винт наверное можно и там гайку поменять ну пока в принципе скажем ну когда что-то большой не совсем тонкие диаметры то она не играет потому что она вот уперлась и как бы сюда выбрать до конца но когда он концу где-то ближе тоненького иногда это 1 5 если резец не совсем по совпадает по центру заготовки если он чуть-чуть вот ниже и он как бы раз и подныривает и туда вот как-то так вот раз и проскакивает вот такая вот есть фигня вот любую вот поперечного люфта намного меньше практически нет единственная проблема это когда надо отвести резец и подвести обратно на то же расстояние потому что я вот вот я сейчас веду вот сейчас вот столько вот примерно вот практически оборот этого он еще не начал отходить и вот только сейчас ну с другой стороны люфты он уже в обоих то есть туда вот он оборот потом пошел потом опять тот же люфт будет ну короче вы просто это неудобно но функциям справляется резал я на нем резьбу я резал просто учета вытачивал металл и алюминий и это бронзы и сталь какую-то то есть точить можно любые функциями своими справляется дальше что еще у него вот такая вот еще смотрите вещь я его могу вот видите сдвинуть все равно едет ну то есть вот она чем это плохо ну то есть может тогда скажем заготовка не круглая допустим мы из шестигранника нам надо сделать круг там то там такие получать как бы удары и вот эти удары если они как-то ну имеет направленность сюда по не могут его сдвигать ну и скажем вот торцуем старцевым это сделать вот оно сюда идти она может двигаться это не есть хорошо вот станочек не шумный можно на кухне даже поставить и будет все нормально где где-то там под стол потом надо вытащили на стол поработали что еще о нем сказать хорошего или плохого ну есть какие-то идеи как и еще кое-какое какие доработки про какие-то там что вот винты разные там хотелось бы один разный что там в одном месте такие шестигранники другом сики почему не сделать одни и те же везде ну для меня немножко это загадочно вот это было бы удобнее сказать о будущем есть желание вот нему год через годик еще я хочу снять вот эту защиту надо вот она патроном смысл в ней мне немножко загадочек но единственное чтобы сюда вот как-то палец что у нас стукнуть может да она полезна защита любая но просто после каждого открывания закрывания надо ну вот здесь это уже как-то система управления касается вот если я его открою то мне положение это должен быть выключен сейчас если его включу загорится лампочка он не заработает сработает система защиты то есть получается а бывает надо там что-то сделать лишний раз щелкать выключателем так я открою включил выключил регулятором добавил оборотов что еще вот в том видео где я которым в котором я радовался покупки там я немножко чушь сказал что там какие-то эти шестеренки пластмассовые да они пластмассным не запасные это шестеренки которые регулируют автоподачу и соответственно для нарезания резьбы во первых мы им пользуемся не часто во вторых там нагружка не такая большая поэтому пластмассы я думаю хватит надолго скорее от времени скорее рассыпется вот что еще какие-то такие сильно точные работы я не проводил на нем поэтому ну не ничто не смогу сказать там насколько там какие-то если вот микронах там еще о чем-то ну на подобных я слышал делали довольно люди точные вещи опять же это зависит если вам это надо вывесить люфты можно выбрать там кое-что подделать под заменить что еще а а еще хотел рассказать и есть у меня видео принцип покупки ненужных вещей то здесь я хочу рассказать принципы свой покупки нужных вещей прежде чем купить станок ну и какую-то подобную технику инструмент дорогостоящий я составляю этот список вот беру бумажку карандашик и начинаю писать что я хочу сделать что мне надо сделать что то есть вот составе в этом все в кучку пишу то есть там там их не на хочу один оброчный лук там или арбалет надо блоки будут вытащить то есть хотите его могу долго десятилетиями ну вот скажем такая есть потребность там не знаю надо сделать винтик там чего-то и составляет такой список приблизительные уже прикидываю насколько он большой что в него ну исходя из него уже посмотрим стоит не стоит вот сейчас это так спонтанно решил снять нет с собой компьютера в планшете у меня заведена специальный такой файлик сделал в котором эти записываю что это я сделал и приблизительную цену работ насколько я скажем его купил то есть когда я покупал у меня тут была одна идейка скажем такая относительно относительно коммерческого использования но всего ряда обстоятельств я этим пока не занимался не то что она не сработала у меня то что я пока не смог этим заняться вот ну это отдельный уже разговор отдельная тема вот ну на несколько как посчитать вот насколько я он себя окупил допустим я сделал пробочку бочонку ну сколько и цена 10 рублей самой пробочки а с другой стороны бочонок получается как канистра става сценивать что у меня появилась типа канистра бочонок для это то она уже стоит значительно дороже уже можно там не там не знаю записывать в актив пару сотен или сколько-то какие-то вещи вот как бы царе и для меня это не столько с одной стороны в чем-то сэкономить в дорог в чем-то это возможность именно получение возможности что я не что-то захотелось понадобилось я могу взять это сделать потому что есть вещи которые они стоят и копеечный но во первых за них может никто не взяться ну скажем ту же пробочку для бочонка ну потому что за нее денег много не возьмешь возьми опять же это надо знать кому ехать куда ехать чтобы у него там было время и материала там и так далее это прочее плюс опять же ехать это еще транспортные расходы время вот а тут а тут на есть еще такой кроме экономии плюс что ну вот удовольствие от работы заставляешь заготовку раз раз была какая-то там не знаю ржавая железяка на раз мы сделали какую-то под полезную вещь для себя из них бывает и так как я что-то вот и внуки такие самоделки делаю не самоделки вы увидели чем я занимаюсь на моем канале не видели то можете посмотреть подписаться вот и какие-то вещи делаются из отходов из скажем так вторичного использования и допустим я иногда многие вещи я не могу скажем заказать потому что я не знаю какого мне надо будет размера я не скажу а попался мне какой-то такой допустим наш киев или валик к нему ось я уже подбираю а не коси поэтому ну или там к на каком расстоянии там что-то проточить отрезать ну зависимостью что вот мне попалось ну получается делаю без и чертежа а вот как так многие вещи и станочек мне дает возможность делать такие вещи так что всем советую сейчас правда цены поднялись и когда я его покупал они в среднем стоили около 30 тысяч это в том году год назад было вот я купил со скидкой его тогда у них хорошая была скидка там тысяч семь что ли по тем деньгам то сейчас значит он почти ну не знаю поднялся не поднялся сколько сейчас стоит такой ну вот другой в другом магазине помощней стоил 30 ну то есть на пару тысяч дороже но сейчас он стоит 50 вот соответственно значит это тоже где то уже за такие деньги я бы уже наверно не взял вот ну не знаю насколько эти и попадаются в продаже если из поискать там в интернете школьники то тоже хороший может даже лучше не как-то там побольше помощней но там уже нужна мастерская потому что его уже вот так вот можно поставить но можно поставить но а еще был какой-то такой как-то или мастер или еще что-то делала советская промышленно там не он как-то он хуже по некоторым по вещам может он надежнее мощнее но там как-то она задняя бабка не пойми как что-то такое еще что помню вот это вот эта система я вам по-моему резьбу не нарезает вот чем это интересно что этот нарезает резьбу резьба чем полезна не металлическую что для металлической для небольших мы всегда ну и для больших мы можем купить плашку метчик а для дюймовых уже не всегда можно все это ну не все найдешь дальше что еще о нем сказать ну будем продолжать работать по-хорошему вот эту железяку бы снять она видите как гремит вот есть если о планах говорить то есть снять вот эти вот защитные жестянки чтобы они не гремели потому что когда работаешь она вибрация передается и она туда чтобы меньше было шума вот эту охоту сделать на не просто гайка с акцентом ставит эксцентрик сюда вот выводит такой чуть-чуть потому что неудобно бывает вот так вот подлезть с этой стороны ну когда в каком-то положении нам надо что еще сказать ну вот и что проблема была видите опять же я сделал не так много как планировал то есть ищу такую вещь к цене вопросу когда посчитал поприкидывал у меня где-то было планах окупаемость примерно три года окупаемость смысле что скажем не на сделал я ручек пять ручек для напильника там по 10 рублей не стоит 50 рублей записался окупил его на 50 там сделал еще какую-то вещь вот или там сделал что-то кому-то на продажу то есть был ли у меня какие-то какие-то типа заказов но пока ничего не делал на продажу вот есть у меня кстати что еще сказать надо а ну вот что долго не мог понять что там осла по риме не проскальзывал потом был какие-то странные звуки вот ну и по-хорошему я его купил в марте а пользоваться начал когда перевез сюда уже так основательно это где-то было осенью какие-то там ноябрьские наверное или октябрьские вот ну насколько он сделал я по моим подсчетам ну на тысячу может может на полторы каких то так как то так вот чего-то такого ну опять же как считать по минимуму по максимуму там сделал я опять же какие то вещи там вроде как они дорогие но опять же это например хоть вращающийся центр к этому же станку куда вот вот есть идеи как еще тут кое-что доработать чтобы было интереснее лучше он наработал наверно можно двигатель поставить помощнее при желании в принципе но сильно мощный я не хочу двигатель здесь слабый двигатель это безопасно я думаю тут наверно даже если как-нибудь вот подогнать этот и положить палец он не сломает его ну если сломает то не сильно вот поэтому для меня начинающего токаря токаря самоучки это самое то что это что-то еще хотел сказать ну вот плюс какие то там видео выкладываю по токарке на youtube тоже какая то там копейка ну пока это действительно копейка в прямом этом смысле слова там не знаю центов двадцать тридцать в месяц приносит она вот кто его знает потихоньку тоже растет количество подписчиков просмотра вот так что вот ну не знаю запущу яска это ранее дейка была сейчас появилась еще одна идея кое-что начать производить именно там даже несколько ну вот а вот как раз я что станок он влечет за собой какие то такое как сказать цепную реакцию купили мы станок нам надо резцы резцы вот иногда приходит как часто здесь стоит вот видно ли наверно не видно а сейчас лень ну то есть он вот он вырезан такой пазик в нем то есть и значит надо осваивать какую-то болгарка резать и шлифовать подтачивать дальше резцы надо точить это надо завести желательно алмазный круг чтобы их точить чтобы они были острые делали качественно резали хорошо вот вот какие то идеи там ну как сказать потренироваться поучиться если покупать сейчас кругляк алюминиевый он довольно дорогой просто так переводить его в опилке неохота есть идея надо осваивать литье алюминия вот дальше ну то есть вот получается как бы к станку у нас уже надо и литье осваивать и наждак хороший завести чтобы резцы точить и а еще лучше самому научиться напаивать делать эти вот твердосплавные напайки а напайки это уже значит там уже совсем другая тема и то есть такая вот есть проблема что одно за другое тянется кажется вот сейчас заведу станочек и все будет отлично что то вот вот какой то люфт убрать значит там надо или что то вытачивать или какую то новую гайку или новый винт а почему там люфт как его убрать ну вот это вот оно цепляется одно за другое что еще желательно к нему завести вот сюда бывает вот как она называется не знаю вот ставится такая штука что резец резцедержатель он ходит вверх то есть добавлять третья координата очень хорошая полезная вещь тогда можно резцы не обрезать не покупая не в магазине а так и на базарчике там бывают какие то б.у.шные еще то есть там у них высота колеблется вот этого а когда это у нас часть которая ходит тогда мы ну можем четко ставить это будет более качественное точение плюс возможность вставлять более крупные вот эти резцы они как то и проще найти купить соответственно вот плюс можно тогда сюда вставлять фрезу здесь закреплять какую то небольшую заготовочку и в ней уже фрезеровать что то и тогда у нас уже превращается в небольшой фрезерный станок это полезно это очень хорошая опция но вот эти вот я в продаже не видел скажем так в живую в интернете есть но там это не пойми кто не пойми куда посылать деньги кому плюс все эти накладные расходы ну получается это есть мысли так и обдумываю может быть это как то самому сделать вот либо там привлечением каких то знакомых еще где то что то заказать что в принципе ничего сильно хитрого нет вот ну вот такая вот ну вот это вот если это есть возможность тут купить то очень как говорится функционал ну не в два раза но намного увеличивается вот такие вот впечатления обзор такой и сказать сколько он снимает металла за раз там это ну такой вопрос спорный не спорный разный металл я вот тут на одной заготовке надрезала здесь вообще мало снималась за раз другую взял там в 3 раза больше и нормально поэтому показать на каком-нибудь мягком алюминии что он супер станок это будет не совсем верно так же и сталина разное бывает ну конечно да это он медленный небольшой то есть для каких-то таких производства он наверное не годится а вот когда мы делаем для себя когда мы не скажем свободное от работы время занимаемся чем то что то сделать для себя вытащить для то есть это не станок для производства это скажем так для ремонта для изготовления каких то таких вот разовых вещей что то для чего то тут каких то вот для таких целей очень хорош незаменимо ну и в конце концов сказать что да вот если вообще в целом хотя мастерской там после покупки там не знаю перфоратора шуруповерт лобзика болгарки я бы поставил все таки ну не самый главный станок токарная вещь а есть вещь чуть более важная это сверлильный станок вот сверлильный станок есть у меня вот он вещь незаменимая то есть стоит дешевле штука полезней ну не то что полезней как бы сказать то оно все полезно ну вот я вот очень радуюсь что купил сверлильный станок почему потому что вот по сравнению сверлильно станок построен с тех кто сверлить и сюда то опять же мы можем что-то сверлить здесь закрепляю сюда вставляем сверло закрепляем либо закрепляем заготовку вращаем а туда сделан патрон вот я стараюсь делать сам сделал патрон туда заднюю бабку валялся на старенький вращающийся центр но надо еще ждать маленький патрон заднюю бабку вставлять ну тоненькие сверлышки удобнее было зажимать что еще ну вот опять же что он слабенький 250 ватт чем это хорошо и что у меня частный дом здесь проводка старая скажем на каких-нибудь несколько киловатт здесь уже боишься включать лишний раз то 250 ватт это микроволновка 700 потреблять почти в три раза больше соответственно значит здесь у нас не ну и опять же бывает и скажем если мы что-то из алюминий из какой-то пластмассы точен зачем нам двигатель который потребляет два киловатта если наху там или сколько-то когда нам хватает 250 ватт вот поэтому охота уже второй иметь для мелких деталей вот этот вот для чего-то покрупнее помощнее уже полноценный ну опять же почему у нас многие люди увлекаются из дерева делают потому что не на чем делать из металла вот заведя токарная охота конечно уже и фрезерный завести можно уже делать что-то из металла и ну если из металла уже можно много еще сделать каких-то вещей бывают полезных там велосипеде что-то ломается и еще где-то каких опять же все зависит кто чем увлекается чем что кому надо в жизни и так далее вот что еще тут обозреть в станочке недавно последний раз я работал немножко он грелся очень кстати вот это вот тоже часть вот здесь вот стал то ли стал греться то ли начинаю приходить как бы мягче выразиться конец но вот раньше не грелся сколько я не работал на это же работаю не по много не это но он особо не грелся вот последний раз и мне показалось что вот это вот здесь где-то где блок управления немножко греется и появилась такая вещь интересно иногда вот он включена стоит на нуле кто стоит стоит а потом как-то так ровите со включилась и что я открою ну ладно я отключу но как-то так тык тык делать как бы дергается немножко и пытаясь сдвинуться то есть либо начинаете тоже кондер там подсыхать за год и он уже ну то есть но 0 уже не становится нулем то есть уже возможно через какое-то время вот этим нельзя будет выключить его только рубильником вот это меня немножко на ну не напрягает ну кто-то говорит что и типа этого конструктора не консульта рак сказать полуфабрикат можно и надо брать из расчета что потом доделывать переделать принципе здесь ничего сильно хитрого нет схема управления двигателем регулировки их много принципе на при желании можно спаять по большому счету тут практически все можно двигатель мощнее поставить можно блок питания спаять новый можно еще что-то наверное заменить но опять же сегодня отходил по базарчик увидел станину от стаканного станка продают там она по-моему побольше нож возникла мысль а не стоит ли купить поставить двигатель вот эту часть тут вот это называть переднюю бабку заднюю ну вот такие мысли и идеи о станке так что можно обмывать праздновать год что еще можно вот ну сшил я для него чехольчик накрываю хочу вот сюда сделать такую вот типа корыца не знаю парт еще и то ли из железа согнуть то ли из вот такой вот сделать какой-то ну что с бортиками чтобы сюда когда во время работы кинул там крик ключик к этому там патрона или ирисы как то он пользуюсь там несколько кто-то но чтобы оно было под рукой и не никуда не свалилось ну вот есть желание есть еще желание наклеить туда вот на железяки либо их снять она будет лететь туда не на или скотч просто или как вот на металлические раковины сейчас склеить такую мягкую штуковину чтобы она не так вибрировала был чуть-чуть потише ну и опять же можно и на пластмассу тогда на эту потому что я тут как-то резьбу нарезал не зацепился но как-то забывай что потом что-то движется и но можно действительно попасть туда но инвалидом не станешь на всю жизнь но ничего приятного не будет такие вот и и всего доброго удачи